Карантин не только не мешает, но и, как оказалось, ускорил ремонт перекрестка на проспекте Небесной Сотни бывшего маршала Жукова. Рабочие выполнили ровно половину от запланированного объема и уже приступили ко второму этапу. За ними последовали изменения в дорожном движении. Какие именно и почему бетонные основания под новыми рельсами простыет 50 лет прямо с ремонтной площадки, расскажет мой коллега Юлиан Аксенов. Продолжается капитальный ремонт перекрестка на проспекте Небесной Сотни в районе пересечения с трамвайной линии 13 маршрута. 50 процентов проекта уже позади. Строители выполнили его первую часть, а именно обновили трамвайное полотно, обустроили пешеходную зону, включив в нее тактильную плитку для слабовидящих и уложили новый асфальт на полосу движения в сторону Таирова. Как только закончился ремонт полосы, появилась возможность изменить маршрут 12-го троллейбуса. Сейчас по проспекту он двигается в сторону Таирова, в обратную сторону по Королево. Отмечу, что по специально выделенной для него полосе двигается не только общественный транспорт, но и частный. Его водители, игнорируя действующий объезд возле сити-центра, считают, что так они экономят время. В результате на перекрестке сталкиваются сразу несколько потоков, создается повышенная аварийная обстановка, водители постоянно ругаются и сигналят друг другу. Теперь несколько слов о работах. Нам удалось узнать, что выполняются они исключительно по чешским технологиям. К примеру, рельсы, которые используются на ремонтируемом участке, изготавливались именно там. Главной особенностью этой технологии является то, что 15-метровые рельсы можно уложить всего лишь на четыре шпалы, которые крепятся на специальные дюбеля, как и сами рельсы. Трамвайное полотно прокладывают шумоизоляцией, которая увеличивает срок службы. Внизу вы видите связанную арматуру. Она не металлическая, как может показаться на первый взгляд, а вот такая тонкая и прочная, изготовленная из базальта. Как только все это будет готово, участок заливают бетоном. И еще одна приятная новость для автомобилистов. Все работы выполняются с недельным опережением графика. Рабочие говорят, что полностью следуют чешским стандартам и даже отправляют фотоотчеты фирме-производителю, как того требует авторский надзор. Гарантия на бетон полвека, на рельсы чуть меньше – 20 лет. Учитывая опережение графика, возобновить привычное движение на перекрестке должны в начале мая.